всем привет с вами арам сегодня мы поговорим про новый плагин который уже пару дней доступно в подписке slay digital совместно с компанией liquid sonics мы имеем новый ревербератор plate ревербератор под названием last rose plates что же это такое это новый импульсный ревербератор который совместно был разработан с компанией liquid sonics и которая представляет новую технологию технология называется ти эй эс м что-то значит это специальная технология которая работает на распознание импульса по спектру то есть определенным образом сканируется не весь импульс а по спектральным частям из-за этого создается более правдоподобная реверберация и как утверждают компании slay digital и компания liquid sonics это является передовой технологией в мире импульсных ревербераторов и мы должны иметь более крутой и классный ревербератор давайте поговорим про органы управления слева наверху у нас находится переключатель и be можно настраивать два разных ревербератор переключать свои выбрать подходящий пресет переключатель пресетов либо можно нажать сюда и переключать пресета самостоятельно выбирая нужный пресет в центре у нас находится переключатель самих алгоритмов, ну точнее импульсов, которые загружаются. В правом углу у нас находится шестеренка. Нажимая на этот параметр, мы можем менять тему, поставить более яркую тему, либо более дарковую тему по умолчанию. Находится параметр, на который мы нажимаем и попадаем в мануал, а также можно активировать специальную обучающую кнопку Interactive. И когда вы будете курсором приближаться к какому-то параметру, прибор самостоятельно будет рассказывать, какой параметр за что отвечает. Давайте быстренько объясню, как управляется этот ревербератор и какие еще дополнительные параметры здесь у нас существуют. Здесь у нас существует основной параметр, это Reverb Time Damper, либо это обычный Decay, который на практике мы используем, от него зависит хвост самой реверберации. Вот этот параметр Frequency Dispiration, который мы видим, возможно для вас будет являться новым, но на самом деле здесь ничего сложного нет. Это просто имитация самой пластины, так как плейтовый ревербератор работает на пластине, и там существуют специальные методы, с помощью которого можно низкие частоты задержать пару миллисекунд, высокие частоты сделать быстрее и так далее. За счет этого сформируется некий своеобразный эффект плейт реверберации, который отличается от других типов реверберации, например от холла, от чембера и так далее. В этом случае компания Liquid Sonic сделала пошустрее и добавили просто дополнительную кнопку Frequency Dispiration, с помощью которого мы можем уже получить тот характер пластины, который нам нужен. В центре находится уже управление самым предилеем, шириной реверберации. Хочется заметить то, что сам ревербератор имеет еще подцепку к темпу, то есть вы можете настраивать предилей уже в зависимости от темпа. Это является больше творческим элементом, потому что с помощью подцепки темпа можно получить вот такие вот эффекты. Дальше у нас находится параметр модуляции, с помощью которого можно модулировать саму реверберацию, параметр Dry and Wet, а также усиление выходного сигнала. Нажимая на эту кнопку мы попадаем уже блок эквализации. Блок эквализации является очень классным, потому что есть отдельный фильтр для среза низких частот, управление определенными частотами. Здесь можно шельф использовать, а также можно переключиться в куполообразный режим. Два бэнда в таком порядке, но еще срез высоких частот. Сам ревербератор является неплохим, давайте попробую демонстрировать, в каких задачах его можно использовать. Например, мне очень нравится, как он работает на перкуссионных элементах. Монореверберация, стереореверберация, Делаем покороче. Данный ревербератор очень классно может себя вести на отдельных перкуссионных элементах, может отдельно классно себя вести на музыкальных инструментах. Например, мне очень нравится, как данный прибор может работать на электрогитаре. Давайте сейчас вам покажу, каким образом можно получить классный ревербер. Давайте сделаем погромче. Этот салит на электрогитаре Без снимка. Данный ревербератор очень классно работает на вокале. Его можно использовать как универсальный ревер. Да, и конечно, этот ревер может являться альтернативной заменой старого ревербератора. Конечно же, оба ревербератора являются импульсными ревербераторами. Тут речь об алгоритмическом ревербераторе и не идет. Но из-за новой технологии, из-за новых импульсов и из-за того, что все-таки это плует, я считаю, что это более удачная версия реверберации. И смело можно сказать, что если в каком-то плане вам недостаточно было импульсов, либо этот ревербератор был ограничен, то в этом случае мы можем использовать новый ревербератор, и это будет к пользу. Плюс добавим тот фактор, что я на практике редко люблю использовать предилай, вообще использовать параметр предилай на импульсных ревербераторах, потому что я считаю, что это разрушает сам процесс работы импульса. То есть так как записан был импульс, лучше его использовать в таком варианте. Но этот ревербератор, из-за того, что здесь используется новая технология снятия частотного спектра самого импульса, мы можем мануально настраивать дикей, предилай и множество параметров. В конце хотел добавить то, что, например, если есть ребята, у которых нет подписки Slate Digital, давайте буду предлагать альтернативы этому ревербератору для того, чтобы вам было легче в будущем работать. Ну, первым вариантом является Valhalla Plate. То есть вы можете смело использовать Valhalla Plate, это тоже является плейтовым ревербератором. Если у вас нет Valhalla Plate, вы счастливый обладатель платформы Universal Audio, то на UAD-овской платформе вы можете использовать EMT-140, либо, например, последний плагин, который у них в коллекции появился, Pure Plate. Тоже очень классная версия имитации плейтовой реверберации. Если у вас нет вот этого ревербератора, можете рассматривать сторону акустика Audio Ebony. На мой взгляд, Ebony это самый лучший плейтовый ревербератор, который вообще существует. Это даже лучше, чем Slate-овский вариант сравнения с Liquid Sonic. Поэтому я считаю, что самый классный импульсный плейт-ревербератор является Ebony. Если кто-то не пробовал, можете скачать с официального сайта демку и потестить. Хочется подчеркивать то, что обрадует тот факт, что за этот ревербератор дополнительно платить не надо. Если у вас есть подписка Slate Digital, то ревербератор включается уже в подписку, и это дополнительный прибор. Ну что же, друзья, используйте этот ревербератор или нет, пишите это в комментариях, а также расскажите, в каких задачах можно его применять. Ну что же, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за всеми нашими новостями в наших соцсетях, и до новых 7 видеоуроков. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok